Наушники для гермофобов. И такое бывает. Приветствую, уважаемые! Сегодня мы с вами поговорим про наушники для истинных гермофобов, которые по совместительству еще и любят музыку. Наушники от компании Axis Style называются Dark Black TVS, то есть истинно беспроводные. Зарядная коробка суть-кейс у наушников необычной формы, напоминает очешник или контейнер для контактных линз. Ну, в общем, что-то такое нетипичное. Спереди микро-USB-шная зарядка, здесь какие-то непонятные штуки-вкладки, здесь ничего. А вот здесь полноценный USB-порт, потому что эта вещь умеет заряжать другие вещи, благодаря 1000 мАч встроенных, даже мобильники. Конечно, надолго не хватит, но мало ли что, спасти вас в какой-то ситуации может. Сразу видны светодиоды, так еле-еле просвечивающие. Открывайте. Наушники необычной формы, во-первых, они блестящие, большая кнопка и странный плавник. В общем, такого вы особенно не видели. Напоминает какое-то японское анимешное что-то. Ну и главная фишка, это вот эта вот маленькая лампочка. Это ультрафиолетовая излучалка, которая стерилизует ваши наушники между использованиями. По звуку. Драйвер здесь один, динамический, и в принципе никаких там вот APTX, FHD и так далее не предусматривается. Тем не менее, звук в принципе вполне себе целостный. Да, понятно, что бас здесь не сильно глубокий, и он не так качественно проработан, как, например, в наушниках с кучей драйверов. Но, тем не менее, он умеренно собран, умеренно контролируется. В ЭЧ не подярченные, немножко смазанные, но при этом вполне себе читаемые. Серединка, главная серединка не провалена. Она здесь есть, она здесь хорошо присутствует, хорошо читается. То есть наушники, которые не обладают супер-пупер разрешением, тем не менее, выдают очень сбалансированный, правильный, комфортный звук. И это здорово. То есть любую музыку, которую вы им подсунете, они воспроизведут правильно, хорошо, и не будут вызывать никакого отторжения. Плюс есть защита от воды, плюс есть два вот этих вот облучателя-стерилизатора, плюс вы можете зарядить что-нибудь свое, там, телефон в походе, или какие-то другие наушники, или какой-то другой гаджет, пожертвовав блютусными наушниками, точнее их зарядом. Это, в общем-то, здорово. Поэтому необычное решение, прикольное решение, кстати, с очень приличной посадкой. Да, я же посадку-то еще не показал, вот сейчас показываю. Но самое главное здесь, это правильно подобранные амбушюры. Те, которые по умолчанию могут быть вам или маловаты, или великоваты. А именно при такой посадке плотное вот это затыкание ушного канала, это залог нормального качественного звучания. Если дырка будет, то есть, если будет звук утекать вовне, вы не услышите нормального баса, будет все плоско, невнятно и плохо. То есть, оценивать наушники надо при нормальной посадке. Здесь это особенно важно. В целом, прикольное решение, особенно с учетом вот этой всякой коронавирусной ерундении, когда все всего боятся, а здесь хотя бы вы за свои уши можете быть спокойны. Враг в них не пролезет. Ну, микробов точно не будет. Вот такие пироги. На этом все. А я напоминаю, что у нас проводятся сборы на рекордер. Рекордер Sony D100, чтобы я нормально уже показывал вам примеры звучания, акустики и всего такого. Потому что у меня пока еще Sony D10, но не факт, что его надолго оставят. Поэтому надо все-таки иметь свое. Тем более, там еще более качественный микрофон, еще более крутое решение. Да, по сути, самый крутой рекордер на рынке. Поэтому, если вы задонатите, будет еще круче, еще интереснее, еще технически корректнее в плане обзоров. Все на сегодня. Все, я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока.